По данным МЧС, в Новгородской области остаются потопленными 30 населенных пунктов в 9 районах. К ликвидации последствий привлечено 500 человек и 183 единицы техники. Уровень воды в реках остается высоким. Обнадеживать, что сильных осадков пока не ожидается. В Старой Руси потихоньку прибывает по листь. До критического уровня остается 15 сантиметров. По сравнению с некоторыми районами области, где на прошлой неделе ливни доставили массу неудобств, Старорусский, можно сказать, еще легко отделался. В целом здесь обошлось без серьезных подтоплений и эвакуации населения. Как уже бывало и раньше, в непогоду в самой Старой Руси уже традиционно появилось озеро Увиадука, которое, как ни откачивай, после небольшого дождя опять встает на пути автомобилистов. Но, как оказалось, в городе есть и другие места, не готовые к паводку. Вода все-таки нашла дырочку на улице Бетховена. Здесь размыло только что сделанную дорогу. Не справился коллектор, скрытый под свежеуложенным асфальтом. Этот коллектор отводит от токи с полгорода. А здесь их два канализационных коллектора. Один с одной части города, другой с другой. Объемы увеличились от 7 тысяч кубов в сутки. Пропускная способность КНС наших увеличилась до 27 примерно. Поэтому канализационный коллектор не выдержал такого напора. Реконструкция улицы Бетховена началась еще весной. И главной проблемой при проведении работ была как раз сложная система коммуникаций, скрытых под землей. От них только колодцев пришлось заменить более сотни. Но проект реконструкции не предусматривал замену канализационных коллекторов. И у подрядчика все-таки и у нас возникали вопросы относительно ремонта коллектора, которые располагаются на ремонтируемых участках. И, собственно говоря, то, о чем предупреждал подрядчик и обращали внимание мы, это и случилось. До этого происшествия местные власти уже готовились к приему объекта. Оставались считанные дни. Но теперь праздник на улице Бетховена опять придется отложить. Причем на неопределенный срок. Пока подрядчик все не исправит. Работа по замене коллектора – процесс, не требующий спешки. Да и приступить к нему можно будет только когда в Палисте уровень воды снизится до безопасного. Максим Широковский, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.